Добрый день! В эфире передача «Открытые горизонты». Сегодня тема нашей программы – общественное объединение «Центр семьи Акотау». Данная организация была создана в 2006 году. Ее председателем является Искалиева Алтынай Галимовна. Основной целью общественного объединения является укрепление института семьи, улучшение здоровья женщин и детей. Миссией общества является социальная защита семьи, материнства и детства. Вначале следует отметить, что в области у нас свыше 600 НПО. Они работают по различным номинациям, по различным направлениям деятельности. Ну и вот именно по направлению сохранения семьи, гендерного развития, стратегии гендерного раздельства. У нас где-то в области порядка 20 НПО сейчас занимаются, потому что во всех районах области существуют уже такие общественные объединения открытые. Для чего это делается? Естественно, это для того, чтобы главой государства вообще в нашей стране уделяется большое внимание роли семьи в обществе. Также объединение оказывает помощь в создании, развитии и укреплении семьи. Бывшим выпускникам детских домов, инвалидам, одиноким матерям и пенсионерам. Центр семьи Акутау совместно с другими организациями и государственными органами занимается воспитанием молодежи в гуманитарном, патриотическом и спортивном направлении. Алтына Галимовна, расскажите о своей деятельности. Чем вы занимаетесь и с какой целью было создано общественное объединение? Во-первых, хотелось бы сказать, что семья – это самое главное, что есть у человека. Дороже семьи, главнее семьи, нет ничего. Хотя каждое направление, каждая деятельность, она сама по себе очень важна. Но главнее и важнее семьи нет ничего. Если семья хорошая, крепкая, если семья здоровая, если семья благополучная, если семья многодетная, то значит и наше государство будет такое. Поэтому, исходя из того, что семья – это маленькое такое государство, нужно говорить именно об этом, что если маленькая семья – это маленькое государство, а все наши маленькие семьи создают большое государство. Поэтому все наши проекты, вся наша деятельность именно направлена на повышение статуса семьи, на укрепление института семьи, семейно-брачных отношений. Помимо основной деятельности, Центр семьи АКОТАУ проводит различные мероприятия и конкурсы, которые направлены на укрепление нравственности, духовности, демонстрацию и широкую пропаганду семейных ценностей. Национальный конкурс «Мирилл-Отбаса» проводится у нас в стране во второй раз. Организаторами этого конкурса является Управление внутренней политики и общественное объединение Центра семьи АКОТАУ, который выиграл этот проект. И, конечно, подготовка к этому конкурсу была огромная. И началась она, наверное, с прошлого года, когда семья Сандыбековых из Западно-Казахстанской области поехала на финальный конкурс в Астане и получила там приз свой. И, понимаете, у людей, у семей появился хороший стимул для того, чтобы участвовать в таких конкурсах. Во всех районах Западно-Казахстанской области были проведены конкурсы, были отобраны лучшие семьи, образцовые семьи. И сегодня в нашем конкурсе участвует 26 семей при Урале. И, знаете, надо сказать, что семьи, конечно, уникальные, семьи творческие, талантливые. Ведь для того, чтобы быть счастливой семьей, надо иметь большую мудрость и нужно иметь вообще большой потенциал. И поэтому счастливые семьи, они все счастливы одинаково. У всех звонкий смех, улыбки, но за всем этим стоит большой труд. И вот сегодня мы на нашем конкурсе приветствуем наши образцовые семьи, награждаем лучшие семьи по номинациям. И первые две семьи, которые заняли первые и вторые места, они поедут на финальный конкурс в Астану. В конкурсе принимают участие семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные заслуги. Также научные достижения. Наша семья Сиралиевых приехала на конкурс и нас пригласили вместе с моим мужем. В браке мы живем практически всю жизнь, уже 57 лет. У нас есть шесть сыновей и одна дочь. Всех детей мы вырастили, воспитали, выучили, дали знания. Теперь они пошли по стопам отца, имеют профессию водителя. В этом году мне исполнится 75 лет, а моему супругу 80, и я желаю всем крепкого здоровья, чтобы в нашем государстве был мир и благополучие в каждой семье. Каждая семья, особенно по-своему, у всех свои таланты, различные навыки и способности. Но в первую очередь нужно помнить, что семья – это огромный труд. И если родители вкладывают знания, любовь и заботу в своих детей, то из них обязательно вырастут талантливые люди. Наша семья Калеевых приехала из Зеленовского района. У меня большая семья, как вы видите. Они стоят рядом со мной. Мы сегодня участвуем в конкурсе и желаем всем хорошего настроения и счастья. Меня зовут Зинала, мою жену – Толкэн. Старшего сына – Нуртлек, Нурдаулет, дочь – Нурлаай, Алтынай, младший сын – Бейбарыс. Все они хорошо учатся и участвуют во многих конкурсах. Участие в подобных мероприятиях соединяет семьи крепкими узами. Родители подают прекрасный пример для своих детей. Ведь начиная с раннего возраста подрастающее поколение впитывает манеру общения, поведения, что, несомненно, скажется впоследствии, когда ребенок вырастет на его взрослой жизни. Мы с семьей Умаровых приехали из Буки-Урдинского района, самого центра Сайхин. С основной семьи у нас я, Умаров Дидар, жена моя Минеева Эльмира, дочка Жгерова Диляра и сын, который остался в поселке. Он в садик ходит маленький, потому что он Нурдолет. Мы решили принять участие в этом конкурсе, потому что хотели показать свою семью, потому что заняли место в районном отборе, поэтому приехали. Очень рады. У нас у всех отличное настроение. Рады, что приняли участие в таком конкурсе. Дети – это наше счастье, будущее. В их рождении и воспитании заключается смысл жизни. И если установлен контакт между родителями и детьми, атмосфера любви, взаимопонимания и доверия, тогда отношения искренности определяются на много лет вперед, а может и на всю жизнь. А это и есть самое большое счастье. У меня есть большая семья. У меня есть бабушка, дедушка. Младший братик. Папа, мама. Что ты готовила? Какие выступления к этому конкурсу? Скажи, пела песни, танцевала. Я пела песни, танцевала. А с личницей учебы? А с личницей учебы я участвовала на конкурсе. Хочешь поехать в Астану? Я хочу поехать в Астану. Полная семья. Отец и мать – это гарант успеха и благополучия. И ребенок видит правильную манеру поведения, когда отец – это защитник и глава семьи, а мама обеспечивает любовью и заботой своих домочадцев. Конкурс уже проходит второй год. Он интересен тем, что ты даешь портфолием, свои награды. Мы со своей семьей участвуем в поселке в разных конкурсах, спортивных, разных мероприятиях, таких концертных. Поэтому у нас много грамот. Внутренняя политика предложила нам участвовать. Они же знают, видят, что мы каждый раз участвуем в таких конкурсах. Мы решили принять, согласились, сдали все документы, фотографии. И приехали сюда, в областной центр. В Казахстане распоряжением главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева ежегодно проводится национальный конкурс «Мирилы Отбаса», который переводится как «Счастливая семья». Он направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака. Также организаторы повышают ответственность родителей и пропагандируют заботу о детях и пожилых родителях. Национальный конкурс «Мирилы Отбасы» проводится уже в третий раз. Каждый раз в нем принимают участие все большее количество семей. В 2013 году участвовало 10 семей, в 2014 – 16, а в 2015 – 103 семьи подали заявки. Из них участвует 26. При принятии решения об определении лучших семей региональные и районные комиссии руководствуются следующими критериями. Количество и значимость достижений членов семьи. Семейная история, семейные традиции и реликвии. Духовно-нравственные ценности, достижения детей. Достижения родителей как образец для подражания, знания своих корней, состав семьи. Стиль жизни и репутация семьи в обществе. Как вы знаете, конкурс состоял из трех туров. Первый тур – это был районный, второй тур был областной, и третий – будет республиканский. По области, в принципе, всего участвовало 103 семей. Из них по четыре семи, в том числе, ну, надо отметить, что 52 семи были представлены на областной тур, 26 были отобраны областной комиссией, и сегодня на сцене были номинированы по всем номинациям 26 семей, и определены дипломаты, то есть первые, вторые, третьи места. И, как вы уже сейчас слышали, третье место заняли семья Жумашево-Соскалинского района, второе место – это семья Сабарс города Уральска, и первое место, достойное первое, заняли семья Кинжибаево-Соскалинского района. Первые, вторые места занятшие семьи, они будут принимать участие на республиканском конкурсе в городе Астане, который состоится 11 сентября 2015 года. Особенность данного конкурса этого года является том, что принимали участие династии семейные, то есть это семья династии учителей, династии водителей, династии предпринимателей, ну и, соответственно, наша земля, Западный Казахстан, регион, полон талантами, поэтому принимали активное участие. Это семьи искусства, культуры, которые многие семьи являются ансамблями семейными, очень много часто принимают участие на таких больших конкурсах, и мы, в общем-то, конечно, было очень трудно было отобрать лучшие из лучших, но, тем не менее, конкурс есть конкурс, поэтому три семьи отобраны областной комиссией. После долгих переживаний и ожидания победы мы узнали семью победителей, которая поедет на республиканский конкурс. Конечно же, радости и бурь эмоций не было пределом, ведь такая честь выпадает раз в жизни только одним из самых достойных семей. Конкурс проводится в Каздрамтеатре. Мы, несомненно, волнуемся. Неожиданно для себя мы заняли первое место. Я считаю, что самое главное в семье – это единство. И это не только я и жена, но и дети, и их вторые половины. Все должны быть дружными и поддерживать друг друга. Я работаю в Доме культуры Сырымского района, в поселке Житыкуль. Жена работает преподавателем начальных классов. Мы живем вместе 28 лет. У нас четыре дочери, три сына. Родных у нас пятеро детей. Двоих усыновили после смерти брата. Они сейчас живут отдельно. У них есть свои семьи и уже пятеро детей, то есть наши внуки. Победа в этом конкурсе – несомненное признание всех заслуг и достижений перед обществом. Возможность съездить в столицу, познакомиться с интересными людьми, встретиться с главой государства и получить ценные и памятные подарки. Я как мать сделала все возможное, чтобы мои дети были полезными для общества. Я очень рада, что мы победили в этом конкурсе. Это большое достижение для нашей семьи. И я надеюсь, что когда мы поедем в Истану, все наши друзья, знакомые, родственники и люди, которые о нас хорошего мнения, будут голосовать за нас и отправлять свои СМС. Победители будут определены на основании интерактивного голосования. Их имена объявят на концерте, посвященному Дню Семьи, который отмечается каждое второе воскресенье сентября с 2013 года. Алтынай Галимовна, я знаю, что вы не первый год организуете буфет на колесах. Расскажите, почему вы пришли к столь необычному занятию? На протяжении пяти лет мы работаем с группой бездомных людей. И если раньше эти проекты шли через Акимат города Уральска, то сегодня отдел занятостей социальных программ. Мы работаем через них. Они на тендере выставляют эти проекты, которые мы выигрываем. В этом году даже не было у нас конкурентов, потому что работать с людьми без определенного места жительства очень тяжело, сложно. Это неадекватная такая группа. Но тем не менее, они люди, которые, знаете, если к ним хорошо обращаться, хорошо с ними разговаривать, они тоже в ответ становятся такими же добрыми, отзывчивыми. И просто наш проект сейчас усложняется в каком смысле. Мы не хотим не просто их кормить, а от них тоже нужна какая-то отдача. И вот в этом году проводили мы с ними субботник. В этом году у нас была акция за чистый город. Потому что они должны знать, что происходит в нашем государстве. Они такие же члены нашего общества. И когда у нас начнется проект осенью, у нас будут акции, посвященные тоже 20-летию Ассамблеи, 20-летию Конституции. То есть эта группа людей тоже имеет право быть информированы обо всем, что делается в нашем государстве, и со своей стороны оказывать тоже какую-то поддержку. За годы деятельности организации были реализованы десятки проектов, изменивших жизнь людей в лучшую сторону. С 2009 года оказывается поддержка лицам без определенного места жительства. И функционирует буфет на колесах, который объезжает точки скопления данного контингента и помогает им выжить в холодное время года. Председатель общественного объединения «Центр семьи Акотау» постоянно является участником круглых столов, является организатором мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни. Проводит просветительную работу по нравственному воспитанию среди молодежи и формирует позитивный настрой, нацеленный на прочные семейные отношения в будущем. Общественное объединение «Акотау» также вносит свою огромную лепту в становлении именно семьи. Потому что «Акотау» – это, в общем-то, одна из тех объединений, вот искали его председателя Алтанага Лимна, она стоит у истоков вообще развития НПО. Я помню, в 2005-х годах, когда у нас мы только-только зарождались общественные объединения, становление было, и новое веяние, надо было велению времени, в общем-то, создавались объединения согласно требованиям времени. И вот тогда вот заработала «Акотау» в том плане, что вот именно она нашла свою нишу, она нашла себе деятельность в этом плане. В общем-то, разносторонняя цель у данной организации. Алтанага Лимна, конечно, она тоже очень такая требовательная к себе и к своей работе. Я хочу сказать, что в последнее время, естественно, как и все другие НПО, наблюдается большой рост в работе, наблюдается, вот, знаете, какой-то такой, происходит в результате ее работы резонанс хороший. Поэтому, я думаю, это объединение имеет свое статус, свое место в обществе, и, наверное, она найдет продолжение в других хороших работах. Несомненно, деятельность данного НПО очень важна и полезна. За годы была проделана огромная работа и вложен кропотливый труд над созданием и реализацией новых проектов. Помимо общественной деятельности, из колеи Валтанай Галимовна является одним из учредителей Гражданского альянса Западно-Казахстанской области. Член городской комиссии по делам женщин, семьи, демографической политики и комиссии по делам несовершеннолетних. В 2008 году была делегатом на втором евразийском саммите женщин и стала номинантом среди неправительственных организаций, которые возглавляют женщины, и вошла как одна из героинь в книгу «Ажар». В 2009 и 2013 годах была избрана делегатом на 4-й и 6-й гражданский форум, который проходит в городе Астана. Второй год подряд является членом группы национального превентивного механизма от Западно-Казахстанской области. В 2014 году, накануне Дня независимости Республики Казахстан, была удостоена высокой правительственной наградой за активную общественную и благотворительную деятельность и получила медаль «Шапагат» из рук Акима Западно-Казахстанской области. Алтуна Галевна, вы очень открытая и позитивная женщина. Расскажите о своих дальнейших действиях, какие у вас планы на будущее и есть ли новые проекты? С каждым годом я становлюсь умнее и мудрее. И у меня в голове столько идей. И хочется, конечно, реализовать их, но сегодня в первую очередь, я думаю, что все мои идеи должны способствовать тому, чтобы росло и развивалось наше государство, как говорит нам наш президент. И вот один из проектов, о котором я сегодня уже думаю, это проект, знаете, по вовлечению в активную жизнь пенсионеров юных. Потому что сейчас очень много юных пенсионеров, я так называю их, пенсионеры, которые только вышли на пенсию. У них большой опыт, большой багаж знаний. Их нужно задействовать в том, чтобы они могли работать в любом направлении. И вот мой один проект посвящен именно ресоциализации пожилых людей. Не только в городе, но и на селе. Ну и второй мой проект, который я тоже хотел бы воплотить, он посвящен детям, дошкольникам. Потому что, несмотря на то, что сегодня дошкольное образование у нас развивается, что у нас большой процент охвата дошкольным образованием, воспитанием детей, но все-таки есть еще много детей, особенно в селах малых, в среде неимущих семей, которые не имеют такого счастья, как ходить в детский сад, как ходить в детские ясли, как ходить в какие-то мини-центры. То есть получать ту радость, которую должны они получать в детстве. Поэтому у меня есть проект, направленный именно и на дошкольное воспитание и образование сельских детей. Наша передача подошла к концу. Напомню, что она подготовлена по заказу управления внутренней политики Западно-Казахстанской области. Благодарю за внимание. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова